...богатейшую аноматопею, звукоподражательные слова, наречия, там, междометия, т.д. У японцев они играют совсем не ту роль, что у нас. В европейских языках это у дел детей. В основном, вы знаете, дети изображают звуки, или через звук изображают движения, образы, предметов, т.д. А у японцев это часть взрослого, серьёзнейшего языка, поэтического, философского, религиозного. А аноматопея вообще непереводима, потому что в зависимости от того, в каком контексте встретилось это слово, перевод его будет совсем другой и очень длинный. Вот чтобы там изобразить какой-нибудь муцу-муцу, модя-модя-бутя-бутя, значит, надо целую страницу развернутого текста писать с комментариями о том, что в данной ситуации, возможно, это вот означает это. Это слова, как живые зверьки, они, перебегая из одного местности в другой, ведут себя совсем по-другому в зависимости от... ну, их реакция на окружающие меняется. Вот как с такого рода, так сказать, языком, с такого рода ментальность иметь дело? Обычно, да, сами японцы, кстати, чувствуют вот эту некую недостаточность своего слова, и у них поэтому все тексты тяготеют взаимоподдержке друг друга, поскольку они предельно контекстуальны, то чтобы разъяснить контекст, им нужен всегда околотекст некий, им нужен, так сказать, текст второго ряда. Вот, например, у них есть такие энциклопедии художественные, которые называются жанр консё. Что такое консё? Это выпускается сборник стихов какого-нибудь классика, а потом люди, которые по той или иной причине, чье мнение важно для читателей, дают своё индивидуальное, субъективное переживание и ощущение вот этих стихов. Это не комментарий культурологический, исторический какой-то там или ещё, а это именно проецирование на себя и объяснение, как я себя чувствую внутри вот этой реальности. Это устойчивый жанр, который был всегда у японцев, и выпускается и сегодня такие книжки. У нас этого нет, что мы не чувствуем необходимости этого. А у японцев каждый поэтический текст тяготеет выстроить вокруг себя прозаическое контекст. Объяснение, откуда родилось вот это вот пятистишие или трёхстишие. Или поэтические тексты заключают альянс некий между собой. Пятистишие выстраиваются в диалоге дзото, по принципу мужская и женская половинка диалога. Дальше. В некие более крупные образования, например, во время поэтических турниров, там по заданным темам состязания двух групп, которые выстраиваются потом в антологии, записанные итоговые, как развитие некого образа. Весна, например, постепенно начинает там развиваться от ранней весны к поздней. И фактически их антологии поэтические – это своего рода поэма. Правда, на том структурном композиционном уровне, который мы не замечаем, мы видим отдельные пятистишие и трёхстишие, думаем, что у них только миниатюры и есть. Нет, там есть сложная интертекстуальная система, где тексты перемигиваются без конца и перекликаются друг с другом, создавая некую смысловую ноосферу внетекстовую, которая и определяет, да ещё плюс через ритуалы практически, которые в жизни, которые как являются неким комментарием к этому, которые создают вот реальный гипертекст японской культуры. Что-то похожее есть, скажем, в фольклоре. Там вот ведут себя так тексты, в народном фольклоре. Там все тексты имеют некую сложную межжанровую взаимозависимость. Мы просто это обычно не замечаем, ну, за исключением фольклористов, которые прекрасно этот феномен знают, они прекрасно знают, что ни одна из пословиц не является самодостаточным текстом. Даль заметил это, и он в своём напутном слове к сборнику пословиц, который написал, что это не есть катехизис народной мудрости. Здесь встретились народная мудрость с народной глупостью, народное глубокомыслие с народным легкомыслием и так далее. Это есть диалектика народной жизни. И она, пословица, это свёрнутый, очень ёмкий знак типовых ситуаций. И если есть ситуация вот такая, со знаком плюс, обязательно должна быть противоположная. Если вы не нашли зеркальную пословицу, значит, вы просто плохо искали, или она ещё не реализована в данном традиционном критике, что крайне редко бывает, потому что это складывается тысячелетиями. Вот дали эту диалектику, заметил. Он первый, кстати, стал классифицировать по противоположностям. Ум, глупость, помните там, как у него словарь-то расположен, по таким бинарным противоположностям. Вот. И таким образом он создал систему классификационную, превосходящую почти на сто лет то, что создавали в то время в Европе, попытки классифицировать тексты, фольклорные, которые просто по алфавиту записывались, что, в общем, очень мало отражало реальную картину мира в этих пословицах. Только когда вы, допустим, прочтёте все пословицы на данную тему, у вас начинает появляться вот эта пословичная интуиция. Вот всем рекомендую. Книжка Даля. Пословицы поговорки русского народа. Прочитайте целиком подряд, как роман. Не как отдельные тексты, а как роман. И вы вдруг узнаете о себе самих, о русском языке и о русской культуре такие драгоценные вещи, которые ни в одной пословице не выразимы. Мы обычно как пословицы все им? Ну, вот это с бомбой пословицы. Мы берём там то, что применить к жизни можно в данный момент, но можно пословицу тупо употребить, знаете, очень примитивно, а можно очень тонко, которая вскрывает такие нюансы в реальной ситуации, и в самом тексте там всплывают какие-то контексты и такие коннотации тонкие, которые вот при примитивном употреблении пословицы мы никогда не заметим. Мудрость пословичного слова не в текстах, а в межтехстовых пространствах. И вот в этой сложной системе взаимодействия там содержится неформулируемая до конца вот эта мудрость Дао, этого процесса диалектического жизни. Но мы этого не знаем. Мы считаем, что, значит, вот, знаете, когда вот спрашивают, сказку там какую-то прочитали, значит, в чём мудрость этой сказки? Говорят, ну как, там говорится, что добро – это хорошо, а зло – это тупо. Хороша мудрость, правда? Притом известно, что взрослые с удовольствием слушали сказки. А ведь сказка – это сложнейший интерактивный жанр, в котором слушатели и рассказчики являются равными участниками сказочного действия. Слушатели не пассивные слушатели, в настоящем посиделках сказки. Они подают реплики рассказчику, они задают вопросы, они входят в ситуацию сказки. Как это вернулось на нынешнем витке спирали в интерактивных романов? Вы знаете, что это такое? Вот в конце 80-х или в начале 90-х один англичанин создал такой вот сетевой роман, в котором читатель его, он не просто читает, а он взаимодействует репликами с персонажами, и в результате вся романная ситуация меняется. Он является в одном лице читателем, автором и персонажем этого романа. Эта ситуация очень похожа на фольклорную. И только вот в этом сложном взаимодействии конкретных людей с другом раскрываются тончайшие методы моделирования жизни через сказку и так далее. А то, что мы обычно имеем, обработанное для детей такая моралистическая, это выжимка из этого эпического текста, это не сказка, это литературная проекция сказки, которая вообще практически ничего из этой народной мудрости не содержит. И вот в средние века, когда всё стало уходить под текст, когда стало ясно, что нельзя выразить красоту, а она сокрыта в ином мире, это красота югэн, буддийский термин, красота сокровенного, красота неотмирного, трансцендентного, потустороннего и так далее. Вот тогда особенно отчётливо стали проявляться тактики умолчания в японском тексте того, что является самым главным сообщением. Вот как среди крестьян о самом главном они никогда друг другу не говорили, говорили о бытовых каких-то, но о мелких технических моментах. Представьте себе двух крестьян, которые вдруг о смысле жизни начинают говорить. Там какие-то философии и так далее. Сакральные, сокровенные вещи не проговариваются, потому что мысль, извлеченная с ложь, именно вот в этом отношении, в том смысле, что это слишком глубокие вещи, чтобы, может, было их загнать в слова. И вот это стало ощущаться в средневековой духовной поэзии особенно сильно. Какие приёмы там работали? Ну, как работает приём недосказанности? Приведу вам 50-ше от 9 века, который написал поэт Кино Цураюки, включённый другим поэтом, составителем так называемой императорской антологии Ко Кинчу, собрания старых и новых песен. Его звали этого поэта-составителя Цураюки, а он в предисловии антологии выделил среди своих современников, поэтов 9 века, шесть гениев, как он их назвал, Рок Кассен, среди которых на первое место он поставил поэта Ари Варану Нарихира. При этом он у всех шести гениев заметил некую, ну, всё-таки критик, литературный теоретик, он заметил некую отрицательную черту, недостаток некоторый. И вот какой заметил он у этого гения Нарихира? Он говорит, у него слишком мало слов для слишком больших чувств. Такое впечатление, что прекрасный цветок увял, и его уже нет перед твоим взором, а ты воспринимаешь только аромат. То есть вот не хватает для этой сенсуальной синергетической полноты вот этих...